В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Сегодня отмечается День работника следственных органов МВД России. Всегда нравилось помогать людям восстанавливать справедливость. В музее-заповеднике Горки Ленинские работает постоянно действующая экспозиция «Кухня в усадьбе». Голландские плиты появились в России с конца 18 века. Это как раз период, когда во Франции случается Великая Французская революция. Поздравляем с победой! Спортсмены из видовского клуба «Богатырь» завоевали золотые медали на всероссийском конкурсе по тяжелой атлетике. Только в тяжелой атлетике полноценная нагрузка на весь организм в равномерной степени. День работника следственных органов отмечают в России 6 апреля. Наш следующий материал об этой непростой профессии и о тех, кто раскрывает преступления в Ленинском округе. Анна трудится следователем меньше двух лет. Занимается имущественными преступлениями. Уже в первый год работы ей удалось раскрыть дело о хищении на несколько миллионов рублей. Девушка рассказывает, еще в школе смотрела детективные фильмы и представляла себя на месте героев, которые щелкают сложные дела, как орехи. Теперь подростковая мечта становится реальностью. Наверное, как и у всех, это фильмы. Каменская тайна следствия и мечталась вот эта романтика. Она взяла верх над моим сознанием и поэтому выбрала такой университет, такую работу. Немножко, конечно, в фильмах все переувеличено, но тот объем, который демонстрируется в фильмах, та работа и те сложности, с которыми сталкиваются в фильмах, она действительно присутствует и в нашей жизни. Анна уверена, с такой работой не соскучишься. Помимо хищений и мошенничеств, часто встречаются нестандартные дела. Например, сейчас девушке для раскрытия преступления приходится разбираться в производстве азартных игр. Рассказывает, поиск преступника не самое сложное в работе следователя. Ну, самое тяжелое, наверное, это каждого человека понять, несмотря на какие-то жизненные ситуации, их сложности, оценить все-таки рационально, что это человек совершил преступление, не поддаться каким-то психологическим эмоциям. Ну, это, наверное, самое сложное – работать с людьми. Правоохранители рассказывают, иногда трудно возвращаться домой и не продолжать думать об уголовных делах и поисках преступника. Анна спасается спортом, а Екатерина давно научилась отвлекаться от дел в нерабочее время. Она трудится в следственном комитете больше 15 лет. Начинала в Рязани, затем переехала вслед за мужем в Видное. Рассказывает, за справедливость болеет с самого детства. Всегда нравилось помогать людям, восстанавливать справедливость, помогать людям, которым в результате совершения преступления был причинен какой-то имущественный ущерб или нанесен вред здоровью, чтобы лица не остались безнаказанными. Человек всегда остается человеком. Все равно ты сопереживаешь, сочувствуешь, все равно все присутствует. Нет таков, что ты полностью абстрагировался и тебе все равно. Иначе мы бы здесь не работали, если бы нам не жалко было людей и не хотелось бы им чем-то помочь. Всего в Ленинском округе помогают людям и борются за справедливость более 20 следователей. Рассказывают, преступления, разные тяжести совершаются каждый день. Раскрыть их и помочь тем, кто пострадал – не просто работа. Предназначение. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Уже несколько лет в музее-заповеднике Горки-Ленинске существует экспозиция «Кухня в усадьбе». Но благодаря труду реставраторов и научных работников выставка дополняется и расширяется. Слово Максиму Козлову. Как правило, в исторических усадьбах, пытаясь воссоздать быт бывших владельцев, заботятся о внешнем виде зданий и парадных интерьерах. О таких вещах, как, например, кухня, часто даже не задумывается. А ведь это важная часть жизни любой семьи. О ней нам рассказал главный научный сотрудник музея-заповедника Горки-Ленинские Евгения Снеговская. Подобные помещения очень плохо сохранялись. И надо сказать, что у нас-то, в общем-то, тоже сохранилось все это в очень плачевном состоянии. Но было принято решение художниками, научными сотрудниками восстановить это помещение. Кухня расположилась в подвале Южного Флигеля, усадьбы Горки. Конечно, практически все вещи здесь подобны тем, что когда-то использовались поварами. Но часть экспонатов восстановлена. Например, голландская печь. И за этим, в целом, нехитром атрибуте большая история. Голландские плиты появились в России с конца 18 века. Это как раз период, когда во Франции случается Великая Французская революция, после которой многие французские повара кинулись в Россию для того, чтобы работать у как раз-таки известных и именитых вельмож. У нас здесь есть такой импровизированный француз как раз. Из-за перехода с русской печи на голландскую изменились и кухонные принадлежности. Это сейчас сковородки и кастрюли нам кажутся привычными предметами. Но когда-то все было иначе. Вместе с голландскими плитами появляются в России и кухонная утварь. Это различные сковородки, кастрюли, которые использовались именно для голландских плит, а не для наших русских. Если русская печь наша использовалась и для обогрева помещения, и для просушки одежды, да и для ночлега часто в избах использовалась печь русская, то голландская огневая плита использовалась исключительно для приготовления продуктов. Еще один уникальный объект, непосредственно связанный с кухней, это подземный переход. Если в западной архитектурной традиции это было развито, для России он стал своеобразным революционным решением. Горки – это сверхсовременная усадьба, загородная усадьба для начала 20 века. Здесь было электричество, телефонная связь, ну и многое другое, что создавало удобство, комфорт не только хозяйке, но и обслуживающему персоналу. Поэтому подземный переход в Горках есть, и, к счастью, он сохранился, используется и доступен сегодня нашим посетителям. На улице между южным флигелем и домом расположено несколько объектов, похожих на колодцы. Но это окна, через которые вниз попадает свет. Таким образом, через подземный ход пища попадала в подвал большого дома. Здесь стояли столы, где раскладывали порционно уже некоторые блюда. Возможно, проходила какая-то предсервировка к столу уже, к барскому. Ну, а также здесь мы видим предметы сантехнического назначения. Это раковины. А сантехника в доме у Зинаида Григорьевны Морозовой была вся английская. Все это увидеть своими глазами может любой желающий. А подробную историю кухни и других объектов расскажет аудиогид. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Совместный проект историко-культурного центра и нашего телеканала «Стихи живут» продолжает путешествовать по муниципалитету. Героями 34-го выпуска стали сотрудники управления по делам молодежи, культуры и спорта администрации Ленинского городского округа. Совместный проект методисты ИКЦ и Натальи Замариной и телеканал «Видное ТВ» «Стихи живут» путешествует по предприятиям и организациям муниципалитета с 2016 года. И вот, наконец, добрался до самого культурного ведомства. Мы подумали, что в преддверии Дня культуры было бы логично предложить тем, кто организует культуру в Ленинском городском округе, предложить участие в проекте. И мы предложили участникам вот такие патриотические стихи. Проект, на самом деле, замечательный. Долго наблюдаем за этим проектом. Ну, а тут появилась такая возможность День работников культуры к нашему празднику. Ну, почему бы и нет? На этот раз от привычного формата решили немного отойти. Два сотрудника управления прочитали не по четверостише из одного произведения, как обычно, а по целому стихотворению. Ну, вот он лег на глину в грозный час, в одну цепочку русского народа. И двадцать раз входила в землю рота, и возвращалась к жизни двадцать раз. Начальник отдела культуры и дополнительного образования Елена Гаськова выбрала пронзительное стихотворение Глеба Горбовского «Баллада об интеллигенте». Для Елены Николаевны сейчас все произведения о защитниках Родины звучат особенно остро, ведь ее сын в данный момент служит в армии. Не важно, какие у тебя мышцы и насколько ты физически готов. Главное, чтобы ты был готов совершить данный подвиг, обладая внутренним мужеством. Дорожил своей Родиной, дорожил теми, кто за спиной у тебя находится. Поэтому, ну, это очень важно, мне кажется. А главный эксперт отдела культуры и дополнительного образования Нелли Белая выбрала патриотическое стихотворение Юлии Друниной, которое, по ее словам, как нельзя лучше отражает ее собственные чувства к Родине. И откуда вдруг берутся силы В час, когда в душе черным черно? Если б я была не дочь России, Опустила руки бы давно. Кто станет героем следующего, 35-го выпуска проекта, узнаем уже совсем скоро. Одно известно точно. Мы услышим еще множество прекрасных стихотворений. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Движное ТВ. В Центральной библиотеке прошло очередное занятие в литературной мастерской слова. У талантливых ребят ни дня не проходит без строчки. Стихотворения, басни, рассказы от нового поколения поэтов и писателей читала наш корреспондент Галина Житкова. Вот уже практически 25 лет в Центральной библиотеке работает литературная мастерская. На творческих уроках юные фантазеры и мечтатели учатся непростой науке владения художественным словом. Как вырастает хороший писатель? Он, конечно же, вырастает из хорошего читателя. Конечно, мы не настаиваем. Не все дети сейчас любят читать. Надо быть честными. И мне кажется, что наша задача – показать мир книг, показать мир собственной фантазии, научить детей импровизировать, научить детей мыслить. Очередное занятие началось с разминки для тренировки памяти и мышления. Ребята сначала пофантазировали на тему «У бабушки в шкафу хранился», а потом получили занимательное задание – придумать рифмы к слову «Галка». По данным Википедии, таковых может быть порядка 150. Будете говорить о стихах, будете анализировать стихи, будете представлять на суд свои стихи, будете обмениваться впечатлениями. Я думаю, что ничего, кроме пользы для вас, это не принесет. Большой интерес у ребят вызвала проверка домашнего задания. Альтернативное продолжение «Колобка» у каждого будущего писателя получилось особенным. Юные творцы выступили в разных жанрах. Для многих это не первый литературный опыт. У меня даже снился сон, как я приехала к родственникам, а там моя книга публикована. И я пишу книгу, которая называется «Рассказы из Биквинга». Там главная героиня – девочка, самая обычная. В общем, эта книга предназначена для детей от 12 лет. Не обошлось на занятии и без исторических запоминающихся моментов. Основатели литературной мастерской Алексей Зименков, Любовь Хоркина и Галина Логинова передали все полномочия новому руководителю писателя и поэту Александре Диордице. Добрые волшебники слова подарили новому поколению литературный альманах, в котором напечатаны произведения ребят разных лет выпуска, как символ того, к чему им следует стремиться. Я уже пишу, участвовала в литературном дебюте и заняла третье место. Это, мне кажется, хороший почетный результат. И пишу прозы, вот сейчас написала новые два стиха. Следующая встреча в литературной мастерской пройдет 16 апреля. Книжные дети, по выражению Высоцкого, снова соберутся вместе, не только для развития своего литературного потенциала, но и просто для обогащения знаний. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На 22-м всероссийском турнире по тяжелой атлетике спортсмены из видновского клуба «Богатырь» завоевали золотые медали. О том, как им это удалось, узнаем из нашего следующего материала. Елена Волсова впервые принимала участие в соревнованиях по тяжелой атлетике памяти Бориса Шестолюка. Спортсменка рассказывает, что на турнире было много сильных и более опытных соперниц. Но отличная подготовка и боевой настрой помогли девушке занять высшую ступень пьедестала. Штанга – это очень красивый вид спорта. И он требует большой силы, большой гибкости, большой точности. И очень сильные эмоции ты испытываешь на помосте во время выступления. Еще два представителя видновского клуба «Богатырь» Михаил Романов и Владимир Суржиков победили и выполнили норматив мастера спорта. Владимир принимает участие в турнире уже второй раз. И второй раз возвращается с победой. Я начал им заниматься еще до института. Я прозанимался весь институт. И образно всю сознательную жизнь я им занимаюсь. Плюс, естественно, я также являюсь тренером. У меня есть свой спортивный зал, который непосредственно направлен именно на тяжелую атлетику. Соревнования проходили в Сургуте. В них приняли участие более 300 тяжелоатлетов из разных регионов нашей страны. Выступления хорошие. Сработали практически на все подходы. Во-первых, серьезно подошли к подготовке. Ответственно. Как обычно, когда получаются выходные, двойные тренировки, в будние, подной тренировки. Сначала нагрузка большая, потом средняя, потом более-менее. Как все по плану. Спортсмены рассказывают, что занятия тяжелой атлетикой и в повседневной жизни помогают. Мне кажется, любые занятия спортом, ну, во-первых, позволяют поддерживать тебе форму, которую ты можешь использовать в жизни. Ну, то есть, я могу делать все, что угодно. И любая активность доставит мне удовольствие. Вот. Это, естественно, дает уверенность в себе. Только в тяжелой атлетике полноценная нагрузка на весь организм в равномерной степени. После удачных выступлений тяжелоатлеты не собираются останавливаться на достигнутом. У каждого из них свои планы и задачи. Тем более, что совсем скоро в Ярославле пройдет отбор участников на чемпионат России. Наталья Буслаева, Виктория Филатова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»